Залог свободы. Задержанных во время вчерашней спецоперации бывших фискалов времен Януковича в течение суток доставляли в Киев вертолетами. И в одном Печерском суде избирали меру пресечения. На практике оказалось, что имея деньги, камеры можно избежать. Как тех, кого обвиняют в нанесении государству ущербов 96 миллиардов, по очереди отпускали? Расскажет Александр Васильченко. Задержанных во время масштабной спецоперации чиновников-фискалов Печерский райсуд столицы как под копирку одного за одним выпускает на свободу. Заседания по избранию меры пресечения налоговикам, обвиняемым в хищении миллиардов, длятся не более четырех часов. Суд за сутки рассмотрел ходатайство уже в отношении десятерых из 23 задержанных. Трое уже вышли под личные обязательства. Пятеро освобождены под залог и только двоих подозреваемых суд оставил под стражей. Большинство задержанных свою вину традиционно отрицают. Арестованных фискалов обвиняют в причастности к преступной группировке, превышении служебных полномочий, присвоении бюджетных средств. По сведениям Генпрокуратуры, схемы по отмыванию денег разрабатывали и курировали экс-президент Виктор Янукович и бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Ущерб, нанесенный государству, составляет почти 100 миллиардов гривен. Несмотря на впечатляющие суммы, одним из первых под залог всего в 15 миллионов освобожден экс-глава Луганской налоговой администрации Александр Антипов. Во время его задержания силовики конфисковали сумку, в которой он вез почти 4 миллиона долларов. Общий ущерб государству от деятельности чиновника прокуроры оценивают в 7 миллиардов гривен. Однако и этот налоговик обвинение отрицает. Осилил залог в 12 миллионов гривен и бывший глава налоговой в Полтавской области Владимир Задорожный. Рекордные суммы пока назначили только бывшему руководителю государственно-налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку и экс-главе фискальной службы в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко. Бывших чиновников оставили под стражей с альтернативой внесения залога 100 миллионов гривен. Сколько вы готовы внести, рожи, а вы будете? Я внести. Даже сейчас не могу так сказать. 350 миллионов. Для вас это не проблема? 350 миллионов для меня это проблема. А 300 миллионов? Очень большое. Готовы миллион гривен? 15 миллионов максимально было. Миллион гривен. Ну, это надо общаться с семьей опять же. Возмущен решениями печерских судей генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. Прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Арсен Аваков. Я очень рассчитываю, что сегодняшние заседания суда по ключевым фигурантам этого дела будут значительно более объективны. Если этого не будет происходить, мы будем садиться вместе с генеральным прокурором и думать о каких-то других реакциях. Мы будем обращаться в том числе за поддержкой к обществу. О каких именно других реакциях идет речь, министр не объяснил. Остается также непонятным, за какой поддержкой к обществу собирается обращаться Аваков и в какой манере далее намерен действовать главный силовик страны. Александр Васильченко, Диана Клочко, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Диана Клочко, Никита Исайко. Диана Клочко, Никита Исайко. Диана Клочко, Никита Исайко. Диана Клочко, Никита Исайко.